всем привет с вами ольга и я рада что вы заглянули на мой канал скоро новый год и рождество все заняты подготовкой подборкой меню и я подготовила для вас несколько вариантов блюд это торт без выпечки горячие блюда салаты закуски надеюсь вам понравится а также другие рецепты закуски горячих блюд смотрите на моем канале для вашего удобства все ассортировано в плейлистах итак давайте же придем к самому главному начнем готовить и первым будет торт кокосово-мандариновый без выпечки так как ему нужно время для застывания его начнем первым все ингредиенты также вы найдете под видео берем желатин заливаем водой перемешиваем и даем ему набухнуть тем временем в миску высыпаем творог берите любой жирности сахар кокосовое молоко добавляем сметану я перелила все в высокую емкость и взбиваем но взбивши я решила довести массу до более нежной и эластичной текстуры так мне нравится больше но вы смотрите на свое усмотрение так она становится воздушней нежнее переливаем ее в миску тем временем желатин набух мы его распускаем микроволновки секунд 10 вот и очищаем мандарин убираем кожицу и нужные прожилки мандарин готов тонкой струйкой вливаем желатин в массу и взбиваем постоянно для того чтобы не образовывалось никаких прожилочек комочков чтоб масса застывала равномерно добавляем очищенный мандарин оставляем немного для украшения торта переливаем форму я взяла силиконовый цветочек выберите на свое усмотрение что вам нравится что у вас есть распределяем мандаринки равномерно по форме чтоб всем досталось по кусочку накрываем пищевой пленкой прихватывайте за тарелку чтобы блюдо сильно не прижимать чтоб форма была красивой торта накрываем и отправляем в холодильник на 3-4 часа тем временем сделаем глазированные мандаринки в разогретую сковороду добавляем сливочное масло очищенные мандаринки сахар и постоянно перемешивая мешайте пожалуйста силиконовыми или деревянными лопаточками вот до полного растворения сахара вот такие у нас мандаринки получится для украшения торта смотрится очень красиво тем временем торт наш застыл освобождается он легко аккуратно придерживая рукой перекладываем его на тарелку и сверху посыпаем кокосовой стружкой украшаем наши мандаринками вот такой вкусный легкий десерт на быструю руку у нас получается надеюсь вам понравилось перейдем следующему рецепту и следующий рецепт у нас мясные рафаэлы составляя меню я вот придумала вот такое блюдо надеюсь вы оцените все ингредиенты также вы найдете под видео берем фарш у меня комбинированный говядина и свинина всыпаем соль перец все по вкусу чеснок яйцо хорошо перемешиваем добавляем тертый на крупной терке плавленый сыр хорошо перемешиваем так основательно придавливайте чтоб масса стала у нас однородной вот в отдельную миску убиваем яйца немножко и взбиваем и на блюдо высохлопья берем фарш вовнутрь кладем сыр сыр режем кубиком раскатываем шарик вот такой с крупный грецкий орех обмакиваем в яйце со всех сторон и перекладываем на миску с хлопьями посыпаем обильненько и аккуратно перекладываем на противень застеленный пергаментной бумагой опять берем фарш в серединку кладем сыр хорошо скатываем шарик скатывайте хорошо чтобы при запекании сыр не вытек обмакиваем также в яйце со всех сторон лишнюю яичную массу убирайте перекладывайте на тарелочку и также посыпайте хлопьями посыпайте обильно чтоб хлопьев было побольше при запекании но придаст нашей мясной рафаэль ки красивый вид и перекладываем на противень так у нас получится 4 рафаэлки с каждой посыпки и и вот так вот проделываем с оставшими двумя шариками берем теперь гречневые хлопья точно также в серединку кладем сыр формируем шарик с форму грецкого ореха обмакиваем яйца и посыпаем гречневыми хлопьями перекладываем на противень это у нас второй вариант посылки посыпки посыпку не жалейте сыпьте больше при запекании это придаст блюду хорошую красивую корочку и третья посыпка у нас овсяные хлопья точно так же в середину кладем сыр сыр обычный твердых сортов любой который плавится обмакиваем яйца проделаем все то же самое и посыпаем овсяными хлопьями овсяные хлопья смотрится конечно бесподобно посмотрите как красиво при запекании это тоже будет очень красиво и перекладываем на противень и так у нас получилось каждой посыпки по 4 рафаэлки вот такие рафаэлки у нас получаются и ставим их духовку надеюсь вам понравится такое блюдо я жду ваших отзывов комментариев если вы такое попробуйте приготовить вот такие рафаэлки нас получились подавать их хорошо с чесночным соусом майонез чеснок и укроп и все хорошо перемешиваем и соус готов вот такая вот красивая корочка после запекания получается то есть сверху но получается золотистая такое хрустящая а внутри мягкая не сочная но мягкая внутри мягкий и сыр придает блюду такую как бы пикантность вот смотрите какой она мягенькая внутри получается подавать естественно в горячем виде вот с таким соусом приятного аппетита надеюсь вам понравится и следующее блюдо у нас салат из баклажан он очень понравился моему мужу поэтому я решила с вами им поделиться все ингредиенты также вы найдете под видео начнем готовить баклажан моем отрезаем хвостики и нарезаем толстыми кружочками где-то толщиной примерно один сантиметр разрезаем и их еще на толстые полосочки чтобы когда жарили чтобы они у нас не разлезлись как кашицы берем лук репчатый режем на тонкие полукольца очищаем морковь трем на крупной терке разогретую сковороду добавляем растительное масло и на средней огне жарим наши баклажаны с обоих сторон периодически помешивая лук и морковь кладем в сковороду с растительным маслом добавляем чеснок перемешиваем и пассеруем на среднем огне пассерованный лук перекладываем на тарелку и даем остыть тем временем режем помидор на толстые полосочки перекладываем миску зелень моем у меня петрушка и нарезаем все ингредиенты складываем миску добавляем зелень майонез черный перец и аккуратно перемешиваем сильно не мешайте чтобы у нас салат не превратился в кашицу салат готов подаем к столу надеюсь вам понравится такой салат и он станет украшением вашего праздничного стола ну а следующим блюдом у нас будет рыбка запеченная с лимоном все ингредиенты также вы найдете под видео давайте начнем готовить рыбку режем на кусочки очищаем моем перекладываем миску солим по вкусу добавляем майонез или сметану хорошо все перемешиваем подготавливаем лук режем толстыми полукольцами берем лимон нарезаем кольцами убираем косточки если есть в миску где будем запекать выкладываем рыбку берем лимон и лук и кладем между кусочками так при запекании лимон и лук отдаст все свои ароматы рыбки это будет очень вкусно лимон придаст наши рыбки такую тонкую нотку пикантности кислинки рыбка готова посыпаем свежим укропом и подаем к столу очень быстро и вкусно следующим рецептом у нас будет овощной салат с авокадо вот такая красивая тарелка полезная у нас будет на праздничном столе все ингредиенты также вы смотрите под видео авокадо моем разрезаем убираем косточку очищаем лишнее разрезаем и режем на четвертинки сбрызгиваем лимоном чтобы он у нас не потемнел перемешиваем берем сыр фету разрезаем на тонкие полосочки и режем на маленький кубик берем маленькие помидорки у меня ассорти разноцветные разрезаем напополам можете брать любые просто черри красные то есть ну вот такие разноцветные смотрятся очень красиво выдавливаем лимонный сок берем зерновую французскую горчицу оливковое масло выдавливаем чеснок перемешиваем и этим мы будем заправлять наш салат лист салата моем рвем на блюдо и делаем такое покрывало зеленое для нашего салата выкладываем часть авокадо затем сыр и раскладываем помидорки чередуя цвета чтобы придать блюду красивый вид вот так красиво получается сверху выкладываем оставшийся авокадо и поливаем нашей заправкой вот такой вкусный полезный салат у нас получается сверху можно еще полить лимонным соком пусть это блюдо станет украшением вашего праздничного стола и вашим фаворитным блюдом а следующий рецепт у нас закуска мусс из авокадо с красной рыбой мы сделаем два варианта подачи вот и как бутербродики можно будет подать все ингредиенты также вы найдете под видео но давайте начнем готовить авокадо моем разрезаем убираем косточку очищаем от кожуры разрезаем пол лимона авокадо режем непроизвольно чем меньше тем удобнее будет из него делать пюре перекладываем в миску добавляем сок лимона соль по вкусу зубчик чеснока выдавливаем и сыр фету и делаем из него такое пюре вот такой мусс у нас получается однородный без комочков делим на несколько частей делим на несколько частей так как будем подавать в разных вариантах первый вариант будем делать вот таких вот рюмочках порциональная берем кондитерский мешок любую насадку у меня звездочка кладем в него наш мусс из авокадо и выдавливаем такими красивыми движениями в рюмочку вот так красиво это будет смотреться лист салата моем и отрываем верхние части будем делать как воротничок чтобы придать блюду еще более красивый праздничный вид и кладем красной икры сбоку не кладите полностью чтобы было видно и наш мусс вот так красиво это будет смотреться вкусно и нарядно а следующий вариант берем французский багет и делаем вот такие бутербродики намазываем наш мусс на хлеб намазываем хорошо обильненько и сверху кладем красную икру и вот такие вот красивые бутербродики у нас получаются выбирайте любую подачу какая вам больше понравится пробуйте готовьте и пусть это блюдо будет украшением вашего стола если вам понравилось и еще одна закуска у нас вот такая с куриной ветчиной и свежим огурцом ингредиенты также вы найдете под видео давайте начнем готовить овощи моем очищаем нарезаем тонкими соломкой болгарский перец и сыр режем одинаковой длиной и не сильно тонко огурец разрезаем на вот такие брусочки тоже чтобы оно было одинаково берем форму у меня для выпечки трубочек и убираем серединку огурца вот так получается и так проделываем с каждым кусочком огурчика затем берем ветчину и чередуем морковь с сыром, перец с сыром и делаем нашу закусочку вот так получается делается оно очень легко главное чтоб ветчина была тонко нарезана и кусочки сыра, перца и моркови тоже не толстые вот такая закусочка получается и украшаем наш праздничный стол друзья, если вам понравились мои рецепты ставьте лайки, делитесь с друзьями хорошего настроения и до новых встреч на моем канале познакомиться с тобой обязательно посмотрите tragedи одну п achанскую фестиваль до новых встреч народ